Всем привет! Сегодня небольшое разнообразие контента. Я делал голосование, вы сказали, ну многие из вас сказали, чтобы делал обзоры на иногда на вот такие вот штуки. Короче, это у нас корейская лапша, булдак называется. Причем, в частности, за вот этот булдак меня отдельно просили. Ну, в общем, вот он. Сделано в Корее, как вы видите, вот такая вот у него картинка, она достаточно большая. По весу 140 грамм здесь. Тут написано томатная паста, ну и, собственно, вот она на картинке. То есть, я так понимаю, соус здесь идет. Сроки годности, как вы можете увидеть. Вот, что у нас тут немножечко прорвалась, но это у меня уже что-то прорвалось. Вот, руки такие. Значит, здесь у нас по-русски ничего нет абсолютно. Вот у нас расписаны ингредиенты, все такое. Вот здесь вот cooking direction, типа, ну, я так понимаю, это как способ приготовления. И тут написано, что я, конечно, английский не очень хорошо знаю, но, в общем, положите лапшу в предварительно кипящую воду 6 миллилитров на 5 минут. Короче, это тот тип лапши, который не как классический доширак. Тарелку налил кипятком, закрыл этой крышкой и все. Эту надо варить. Ну, я ее сейчас варю. Вот. Ну и дальше, типа, вы выедите воду и добавьте специи. Я, на самом деле, их по-разному ем, но в основном я жидкость не выливаю. Ну, в этот раз, короче, не знаю. Сейчас посмотрим, как лучше сделать. Я даже не знаю. Но обычно, обычно я все-таки жидкость не убираю. Собственно, варить мы ее будем вот в этой емкости. Почему варить и почему ее нельзя закипятить? Ну, можно, конечно, попробовать, но вот просто сейчас я вам ее покажу. Посмотрите, какая крупная у нее, да, структура. То есть, ну, если вы просто зальете... Это я ее, кстати, поломал. Она была обычной прямоугольной формы, чтобы лезло. Если вы ее просто зальете кипятком и оставите там на 5 минут, даже на 10 минут, то у вас лапша, это все равно будет твердая. Поэтому ее нужно именно варить. Это не какой-нибудь там прикол. Значит, внутри у нас также вот это находилось. Это у нас соус томатная, наверное, вот эта паста или что? А, не, наверное, вот. Короче, тут два их. Вот так вот это выглядит. Пакетика с овощами сухими нет. То есть, вот так оно все и выглядит. Это вот эта самая томатная паста. Да, вот написано. А это, короче, тоже написано томатопаста. Ну, не знаю, что это. В общем, мне надо узнать, что из этого наиболее острое. Поэтому я попозже вскрою. Прежде чем все выливать, я, конечно, попробую. Потому что, ну, судя по картинке, судя по тому, что, короче, я уже как-то пробовал булдак, и он был адски острый. Поэтому я уже ученый. Я не буду полностью сразу все туда добавлять. Скорее всего, мы ее будем использовать, как предполагает рецепт, то есть без жидкости. Короче, не суп будем делать, а лапшу. Пока она варится, вот такую еще штучку хочу показать. Эту я купил. А, кстати, насчет стоимости я точно не скажу. Я ее не покупал. Мне ее подарили конкретно, эту лапшу. Но стоит она больше сотки. Вот. Вот это я уже покупал. Что-то там меньше рублей 70, что ли. Не помню точно. 60, может. Это соевое мясо. И оно китайское, как видите, из языка. Вот. Тут вот такой смайлик нарисован. Я не знаю, чье это мясо. Тут по-русски ничего нет абсолютно. Поэтому будем узнавать чисто методом тыка. Могу только сказать, что китайский... Оно китайское. А, вот, я вам наврал. 59 рублей оно стоило. Вот, видите, ценник остался. Китайское соевое мясо. А уж из чего, я не знаю. Ну, на вид, как будто это какие-то... Блин, я не знаю, как будто это какие-то морские чудовища тут. Я не знаю. Сейчас будем смотреть. Так, с помощью ножницы я его открыл. Сверху. Ну, и давайте теперь это все дело выдавим. Но тут всего чуть-чуть его. Оно все находится в каком-то масле. И на вид, короче, здесь, наверное, не знаю, какие-то бобы, что ли. Да, это... Короче, это не мясо соевое. Меня обманули. Может, вот у мяса палочками. Но это бобы какие-то. На вкус как фасоль. Но это, возможно, она и есть. Неплохо. Ну, и, кстати, как и следует азиатской, пища очень острая. Но в меру. Теперь давайте попробуем вот это. Но это точно не курица, там не свинина. Это явно какие-то морские животные. Наверное. По крайней мере, на картинке это выглядит как что-то такое. На вкус как хрящи. Вот там, допустим, уши свиные или хвосты, знаете. Вот они точно так же во рту ощущаются. Как резиночки какие-то, я не знаю, как сказать. Ну, кто хрящи ел, тот знает. Оно же даже так похрустывает немного. В принципе, съедобно. Но тут острота, хитрый ход, чтобы прикрыть отсутствие вкуса или некачественного вкуса. Поэтому, может быть, меня это все обманывает. Потому что, я же повторюсь, оно все острое. Ну, вот это точно фасоль какая-то, похоже на фасоль. Тут претензий нет, нормальная фасоль. Что вот это такое, я не знаю. Но на вкус как свиные уши. Ну, вот оно на картинке. То есть, я так понимаю, это мясо все-таки какое-то. Может, и не соевое. Может, я... Мне просто там в магазине сказали, что соевое. На деле, может быть, это, конечно, и не соя. Не знаю. Но, в принципе, штучка неплохая за 60 рублей. Ну, правда, есть тут особо нечего. Но так в качестве закуски, почему бы и нет. Итак, вот она наша лапша. Воду я вылил. Теперь давайте смотреть, что он назвал здесь. Ай, наполнители. Так, это у нас получается специи здесь. А я-то думал, это тоже соус какой-то, но нет. Вот у нас здесь специи находятся в этом пакетике. Так, сейчас я предварительно попробую. Вроде нормально, не острое. Я так понимаю, острота в самом соусе, скорее всего, находится. Ну, не знаю. Просто я сейчас это делаю, как там и написано. Типа и на картинке. Вы же видите, да? Ну, просто как паста там какая-то. Но вообще, я люблю это все дело с водой. То есть, как суп использовать. А не так. Ну, это уже просто кому как нравится. Мне кажется, так гораздо сытнее, когда ты вместе с жидкостью. О, боже. Он аж прям черный, смотрите. Ну, я так... Я, короче, не знаю. Я сейчас... Ну, вот где-то часть я выдавил. Треть этой упаковки. Сейчас мы ее размешаем. Просто я боюсь, что если я сейчас все сюда вылью, я потом есть его не смогу. Поэтому сразу лучше все из пакетиков не высыпать. Ну, что, по итогу у нас получилась следующая вещь. На вид неплохо выглядит. Но она у меня не такая красная, как здесь. Ну, там еще и мясо нарисовано, и зелень. Здесь, кстати, вот как минус. Да, зелень есть. Но вы ее там, скорее всего, в кадре даже не увидите. Вот, мне бы хотелось здесь увидеть еще что-нибудь. Там, не знаю, бывают там кусочки какие-нибудь добавляют. Мясо какого-нибудь, то бобов, то еще что-нибудь. Вот, хотелось бы увидеть что-то такое. Ну, то есть, на вид бедновато. Я и посолиднее встречал. Запах приятный и пахнет действительно томатом. Такой, как будто я сюда кетчуп какого-то налью. Вот, ну, давайте попробуем. Короче, я не знаю, что было бы, если бы я сюда влил весь вот тот пакет. Но, слава богу, я этого не сделал. Я сюда ровно треть, ну, примерно треть я сюда вылил. Вот этого черного, как джем. И он как варенье какое-то. Но, как видите, окрашивает оно не в черный цвет. И оно просто адски острое. Я это люблю острое, но я бы добавил бы еще чуть меньше его сюда. Потому что это прям очень острое. Сама лапша очень хорошая, но она и понятна за такие-то деньги. Это вам не доширак. Вот тут нормальная лапша, она и на вкус, само, как бы, тесто, это все лучше чувствуется. И оно немножко по-другому ощущается. Оно, как бы, я не знаю, как вам сказать, как это объяснить даже. Ну, как будто это вот именно вареное тесто. То есть, понимаешь, когда ты его заливаешь лапшу и крышкой сверху накрываешь, это немножко не то. Но, в общем, конечно, лапша, которую нужно варить, и которая находится вот в таких дорогих дошираках, это, конечно, другой уровень совершенно. Ну, в общем, в целом, подводя итог, могу сказать, что булдак этот неплохой. Вот он, да. Лапша очень острая, поэтому соуса сюда заливать надо прям по чуть-чуть. Полностью это только для любителей хардкора, но я бы не смог его есть. Мне уже сейчас печет все, как я только треть упаковки сюда влил. В остальном неплохо, сама лапша очень вкусная, но я бы хотел просто еще какой-нибудь сюда. Можно самому, конечно, добавить каких-нибудь там кусков мяса, там, не знаю, бобов каких-нибудь, еще чего-нибудь, как они бывают, добавляют. Ну, вот, то есть, сюда бы еще чего-нибудь такого добавить, ну, кроме, конечно, перца, потому что с остротой тут все отлично. В качестве, в плане соли здесь тоже все хорошо, дополнительно солить ее не нужно. Тут все, что было в пакетике, оно все, в принципе, сюда ушло и нормально. Вот как-то так. Так что, в принципе, можете взять. Но, еще раз, предостережение, полностью соус не выливайте ни в коем случае. Вряд ли вы сможете это есть. Спасибо за внимание и всем пока!